Между тем, Нацбанк проведет независимую оценку качества активов банков. Проверка позволит выявить реальное положение дел в отрасли, а значит, найти решение проблем финансиститутов. Пока же, по данным регулятора, один из главных недостатков в работе банков – неработающие кредиты. На начало марта доля займов с просрочкой больше 90 дней оценивается в 7,3 от всего рынка и составляет 1,1 трлн тенге. Сумма не маленькая, говорят эксперты, однако в 2014 году положение было намного хуже. Тогда доля токсичных кредитов приближалась к отметке в 5 трлн. Но сами банки стремятся отложить признание убытков по займам, в том числе за счет того, что переносят срок выплаты и платежей на более поздние сроки. Такие кредиты финансисты называют вечно зелеными. Фактически же займы, по которым не платят согласно отчетности банка, становятся просто неработающими. Такая схема позволяет финансиститутам поддерживать хорошую репутацию.